В настоящее время в Украине отсутствуют объективные предпосылки для девальвации гривны. Риск обесценивания национальной денежной единицы заложен в намерениях правительства и Нацбанка, зафиксированных в двух документах. Такое мнение высказал председатель комитета экономистов Украины Андрей Нолак. Уже больше года в Украине отсутствуют сугубо экономические предпосылки для девальвации гривны. У нас более или менее сбалансирован курсовой платежный баланс. Экспортно-импортный торговый баланс. С учетом достаточно большой валютной помощи, которую получает Украина из разных источников, у нас имеется валютный баланс. Кроме того, в летний период в пользу гривны работает еще и сезонный фактор, поэтому наблюдалось хоть и незначительное, но все-таки укрепление гривны, сообщил экономист. В то же время он обратил внимание на то, что есть один большой риск для курса гривны, а именно, намерение самого правительства и Национального банка Украины в дальнейшей девальвации. По словам Новака, эти намерения подтверждены в двух документах. Первый – это главный финансовый документ страны, госбюджет 2017, где предусмотрен курс 27,2 гривны за доллар США, несмотря на то, что сейчас курс меньше 26. Второй документ – так называемая бюджетная резолюция, в которой правительство открыто анонсировало дальнейшую девальвацию гривны до уровня, как минимум, 31 гривна за доллар до 2020 года. Экономист также пояснил, что девальвацию очень легко решают все две задачи – наполнение центрального и местных бюджетов и удовлетворение аппетитов наших экспортеров. Это очень легкий путь для правительства, но это очень тяжелый путь для всех граждан Украины и тех украинских предпринимателей, которые не являются экспортерами, а таких – подавляющее большинство, подчеркнул он. Ссылка в описании.